ну чё дорогие друзья хочу поделиться радостной новостью в чем она заключается я купил планшет полтора года назад и самое любопытное теперь интересное и забавное что произошло с ним за этот промежуток времени значит он называется у нас galaxy 2 s2 сейчас вышла такая же модель и вышла с более продвинутым по моим чипом это этого как процессора вот насколько это нужно я честно говоря не знаю потому что ведь никто же не будет глобальные какие-то игры запускать те которые могли бы запустить на обычном компьютере для либо на приставке значит что у нас здесь 9 и 7 но не знаю фокусный учет убежал а вот так 9 и 7 у нас получается диагональ lte что касается lte здесь момент очень серьезный когда скажем был процесс покупки сам планшет и стоил 45 штук с lte или что-то 48 я точно не помню без лты стоил по моему 35 меня договорились говорили на лты я но понятно почему это только исходя из того что я согласился так у меня была огромнейшая скидка и мне было принципе по барабану что с лты что не с лты я но нафиг он не нужен потому что тут у меня например есть телефон сим-карту я в планшет не вставляю он нафиг тоже там не нужно хотя у меня есть возможность такая естественно туда вставить я с телефона раздаю просто интернет на планшет и вообще вопрос никаких не существует так значит сейчас я посмотрим по поводу коробки коробка очень хороший картон мало того он сделан не видно фокуса под металлик не ярко-белый а такой грязно-белый мне очень нравится на самом деле вообще потрясающе почему-то когда смотрел обзоры apple а и кто-то там девица коробка мне никак не упомянуть чего вы сделаете что ли дочки какие-то коробка же то обычных и нет знаете кстати как бы парадоксально но качество упаковки она играет на самом деле огромнейшую роль значит ну понятно что я все это дело снимал когда-то покупал я хотел просто показать по поводу того что с чеком с чеком 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 а нет обману я вам ну и дать наверно со скидками уже 35 990 а вот какого он 20 не видно 22 01 16 блин вообще не видна вот отстроена пер 16 то есть сейчас 2000 ну да получается уже полтора года вот такая коробочка из значит в коробке было аннотации но это понятно все правильная в этой штуке я не знаю ничего не нужно но очень важны для того чтобы вытаскивать вставляющие sim-карты и вот такие штучки наушников не было было только лишь зарядка ну и в принципе все они служат упаковка сама так от картончик ну ничего особого нет на самом деле мы теперь плавно переходим к самому планшету значит что касается чехла я купил не родной чехол объясню почему еще два две причины существуют и ты это и причины первая причина то что у него родной чехол насколько я понял он вот только вот так сверху прикрывать низ не прикрывает значит будет царапаться корпус мне что-то совсем этого не хотелось и близко всему безумно дорогой нафиг надо я купил на рынке радио рынке вот такой чехольчик он весь силикон идет здесь типа под кожей но это естественно демонтин там как там вот чехол мне когда продавали чуваки сказали что у вас все будет замечательно но на самом деле он не всегда подходит идеально если вот здесь присмотреться третий ну вот так выкурент для меня это конечно не принципиально но с другой стороны обидно как говорится себя нужно обидно то есть что получается сейчас и покоточным получается вот здесь вот эта часть вот эта часть она не заходит сюда и не прикрывается то есть она получается вот таком состоянии все время находится и помимо этого есть еще большая проблема когда вставляешь его зарядку сюда она не входит до конца потому что ты ты мешает но это таки от минусы которые в общем-то на С одной стороны, для меня лично не играет никакой роли, но с другой стороны, лыжки-то мы нашли, а стыдок остался. А так, в принципе, везде-везде подходит очень даже неплохо. Теперь, что касается, значит, самого корпуса вот этого планшета. Ну, в принципе, внешнего вида и вот удобства им пользоваться. В принципе, как я говорю, я полтора года уже им пропользовался. Это, я считаю, очень большой срок. Вот, убираем пока эту. И за это время, ну, он себя должен как-то показать. Что касается, значит, внешнего вида, мне безумно он нравится. Во-первых, то, что он тонкий, он очень удобный. Если, например, вы как бы в дороге идёте, либо порфель носить, это вообще просто сказка. Ну, на самом деле, ну, посмотрите, ну, толщина-то, господи, тут, по-моему, даже 4 миллиметра, что ли, всего лишь. Очень удобный, очень маленький, очень лёгкий. И это, конечно, берёт, подкупает. Если для дома, мне кажется, он всё-таки маловат. Вот его Apple выпустил громадный, вот мне кажется, вот он как раз идеально подходил. Вот именно в плане комфорта, когда вы там сели, предположим, почитать чего-то. То есть, здесь всё-таки экранчик, конечно, он большой, понятно, по сравнению с смартфоном. Но маловат по сравнению с тем, чтобы было бы комфортно именно читать. Дальше. Минус. Минус, 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 минус. Минус. Я не знаю. Возможно, что это вот из-за вот этого. Потому что он далеко находится. И мне приходится, когда выключать, ногтём доставать. И поэтому краска... Ну, сейчас фокус. Краска ушла. Вот здесь видно, да, краска была повреждена. В остальном, естественно, за счёт того, что чехол у меня такой силиконовый, а не стандартный, который вот здесь прикрепляется у них, да, и закрывает только вверх, у меня, в общем-то, весь корпус в идеальном состоянии. Единственная вот эта вот кнопочка, вот самая беда. Так, что касается начинки. Я её вообще не знаю. Точнее сказать, я её знал года полтора назад, когда собирался покупать. Я читал, анализировал, смотрел. Сейчас я даже и не помню. Она мне нафиг не нужна. И, в принципе, я уверен, что многие люди, в общем-то, этим не заморачиваются. Вот. Для меня важно, очень важно, это качество экрана. Качество экрана здесь безупречное. Это даже, ну, сказать безупречно, это, наверное, ничего не говорит. Идеально, изумительное. Вот все прилагательные в этом направлении, они все подходят. То есть, качество экрана просто невероятно шикарное. Единственное, что сразу бы посоветовало, те, кто, конечно, купил давно, но сейчас уже так не сделаешь, не обновлять систему. Они почему-то обновили, или же они поставили какую-то версию пробную, либо ещё что-то, имеется в виду версию, ну, этого, господи, андроида. И получается так, что некоторые функции у меня какие-то, они стали другие, нежели которые были первоначально в этом планшете. И мне что-то некомфортно сразу стало. Но это, опять же, нюансы, на самом деле, может быть, для кого-то это идеально, и хорошо, и потрясающе. Вот, опять же, вот эти вот светлые кнопки, они мне что-то никак не прикладываются. Раньше были у меня тёмненькие. То есть, это нюансы. Здесь нельзя перестроить темы, в плане того, чтобы здесь тем нету. Тут есть только обои и виджеты. А самое любопытное, ну-ка, сейчас, подождите, попробую. Я сейчас посмотрю. Самое любопытное заключается в том, что здесь, по-моему, 6 андроид уже стоит. В телефоне стоит, по-моему, версия 5 с копейками там. И у них там есть темы. А темы, кстати, штука разная, классная. Тут мне нужно, чтобы тему поменять, опять же, вот все иконки там и так далее, нужно, блин, закачивать какую-то стороннюю программу, которая неизвестно, что мне предпринимет, и потом, как будет ужасно это выглядеть, я не знаю. На телефоне у меня вообще около 1500 тем бесплатных из интернета. И я могу менять по своему настроению. Это вообще классная штука. Блин, эта штука вот стоит дороже, чем телефон. Но почему такая вот фишка у него, не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Так, значит, что касается, я говорил, экрана. Экран бесподобный. Что касается обработки информации. Да, она летает, как нихер делать. Не знаю, зачем они там сейчас делают с новым процессором. Может быть, просто типа обновить модель. Вот, может быть, чисто для этого кайф. Поэтому, что касается, говорю, игр, ну, я не буду показывать, но поверьте мне, они просто в лед. То есть, там даже и нет смысла обсуждать, процессора хватает, не хватает. Памяти тоже дофигища. Ну, если сравнивать, например, с Apple, я скажу так, у меня был Apple. Не нравится Apple то, что он замкнут на магазин свой. Да, то есть, фактически его нужно же распаковать, ну, то есть, как идти где-то взламывать его, по-другому никак. Что хорошо в Samsung, я могу брать сторонние программы, ставить и, в общем-то, не заморачиваться. Это большой плюс. Тем самым, конечно, у Samsung получается гораздо больше функциональности, чем у Apple. И плюс ко всему, как я говорил, то, что LTE, тут, значит, можно вставлять симку и можно ставить эту карту памяти. Карту памяти я вставил, потому что у меня навалялось, по-моему, на чуть-то на 32 гига. И я не запомнил его совершенно, но мне, наверное, с головой захватит это. Если нет, то на 64 можно подать. По-моему, она поддержит до 128. Я точно не помню совершенно, потому что я говорю, это полтора года назад было, и я сейчас уже не заморачиваюсь. Единственное, что мне сейчас, наверное, будет предстоять в ближайшем времени, я не знаю точно, но как один из вариантов, замена батареи. Я, опять же, не знаю, сколько у него циклов, вот в чем дело. Можно, конечно, посмотреть, полазить сейчас в интернете и выяснить точно, что там и когда это произойдет, но не хотелось бы, потому что, честно скажу, мне надо так устраивать, так вот, блин, мне нравится вообще то, что маленький. Вот этот самый, наверное, большой плюс и с шикарным экраном. Вот что еще может быть? Да, вот нафига мне надо знать о том, что какие у него там память, сколько у него там ядер, какая скорость ответа этих ядер там и так далее. Вот это, вот это куколка называется. Ну что, разве нет, что ли? Смотрите, тоненький такой, хорошенький он весь. Ой, тут еще резинка, что ли, я даже не знал. Нет, железный, корпус у него полностью. Ну, вообще, ну, просто супер-супер-пупер. Был бы он чуть побольше, вообще бы, наверное, цены не было именно для дома. А вот так вот в дорогу, ну, я не знаю, что лучше. Хватает его, правда, это единственный раз на день. Но если пользоваться активно, то гораздо меньше, конечно, по временем, потому что, естественно, откуда батарейка может быть глобальная. Объемку, емкость батарейки, я уже даже и не помню. Емкость батарейки. Сведения об аккумуляторе. Так, о, емкость батарейки здесь почти 6 мА. Ну, таят они быстро достаточно. Возможно, это из-за того, что у него экран, из-за экрана, потому что, если убрать вот этот экран, который сейчас существует, перейти на монохром, то есть, обесцветить его, да, возможно, он, конечно, будет по-другому. Ну, передача вот красок, вот я не знаю, ну, как тут сказать, просто изумительный, изумительный. Под любым углом, под любым, абсолютно под любым углом. Потрясающе, просто потрясающе. Кнопка подвела, а все остальное идеально. Вот, так что, если вы думаете по поводу планшета, ну, не знаю, я бы на Apple не брал бы. Ну, опять же, тут же на любителя, ты же как фан, я, блин, становится. Помни, как я с самого начала сказал, видео по поводу коробки, да, кто-то говорил, там пока вот коробку, вот там такой, я говорил, во, придурки, придурки, а сам тоже начал тащиться от этих коробок. Поэтому, скорее всего, это как фаны, фактически, да, Samsung или Apple, но штука потрясающая. Спасибо всем и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok